Всем привет, с вами Тома и сегодня у нас будет распаковка и обзор набора из куклы и пони Octavia Melody, Equestria Girls Rainbow Rocks. Несмотря на то, что этот набор вышел в 2014 году, до российских магазинов он так и не добрался. Я покупала эту куклу на американском Амазоне этим летом по скидочной цене в 17 долларов. В набор входит кукла, пони и виолончель со смычком. Давайте посмотрим все это поближе. Коробка Octavia выполнена в стиле стики Rainbow Rock. Снизу у нас есть портрет персонажа и поняшка. У обеих в волосах радужные оконы, в данном случае розовые прядки и на щеке меточка скрипичный ключ. Надпись на коробочке гласит, что она зажгет на основном концерте на своей виолончели. С задней стороны коробки у нас есть рисунок, как девочки, так и пони. Девочка в том костюме, в котором она идет в данной коробочке, в своем золотистом концертном платье. И поняшка с бабочкой, все как надо. Девочка думает, что она выйдет на сцену и опять-таки зажгет в рок-стиле. А поняшка думает, что она как поняшка любит классическую музыку. Имя персонажа Octavia Melody. Кстати, на торцах нет никаких символов персонажа, как обычно. И давайте откроем коробочку и посмотрим все это поближе. В комплекте у нас идет карточка персонажа с портретом с коробки. Также много всего интересного. В том числе гребешок. Такой же гребешок был в комплектах с Фоттершай и Рэмбл Дэш, которые идут с пони. Ссылочки на обзоры можно найти в описании. Только здесь он розового цвета и можно причесывать как поняшку, так и куклу. Если прошлые девочки ее нашли в комплекты с гитарами, то Octavia положили ее в виолончель. Что в принципе логично. Это цельнолитый кусочек пластика, сам пластик коричневый, но он с вкраплениями. Там какие-то примесь золотых блесток, очень красиво смотрится и переливается. На виолончель, естественно, есть рельеф струн, грифа, различных вензелечков. Внизу подковки логотипа и черным покрашены некоторые места. В принципе, создается иллюзия настоящего инструмента. И, конечно же, к нему в комплект идет смычок. Точно такой же пластик, с точно таким же рельефом и покраской черным и белым. Ну и как бы в комплекте смотрится все достаточно хорошо. Мне кажется, что даже она может держать смычок в руке. Сейчас попробуем. Ну, если очень постараться, то можно ей в руку дать этот смычок. И она может им даже, в принципе, типа играть на виолончели. Только я не знаю, тогда ее надо посадить. Но эти куклы не шарнирные, поэтому они как бы как шарнирных их не посадишь, согнув колени. Да, если ее совсем посадить, то играть на виолончели будет как-то несколько странно. В общем, этот момент они как-то не очень продумывали, но сам инструмент, если вот для фотосессии, смотрится достаточно клево и интересно. Давайте посмотрим поняшку. Поняшка у нас обычная кониколоновая. Но ее отличает здесь, конечно же, вот эти вот розовые локоны. Получилась у нас такая несколько эмооктавия. Она сама у нас серенькая. И грива у нее розово-черная, как я уже сказала. Голова туда-сюда вращается. То есть, бантик у нее изначально ей тоже на бок повернули, но его можно повернуть, как нам надо. Бабочка у нее на золотистый тон платья такой ленточки. И сам бантик атласный розовый. Меточка одна на крупе и одна на глазу. Достаточно интересно смотрится. И тут Октавии тоже сделали макияж. Ей подвели немножко тени розовые сделали. Достаточно прикольно смотрится. Ну и в целом, это обычная кониколоновая поняшка. Ничего здесь такого необычного нету, кроме того, что вроде это первый раз, когда поняшку, когда Октавию издают в форме поняшки. И, собственно, достаточно получается эксклюзивная штука и достаточно симпатичная. Жалко, у меня нету пони и винилки. Было бы их интересно вместе поставить. Давайте посмотрим куклу. Ну и кукла Октавия тоже пока единственная в своем роде. Если куклу винилки выходили уже аж две штуки в прошлом и в этом году, то Октавия пока у нас единственная и неповторимая. У нее такое клевое золотистое концертное платье, строгое, тоже с бабочкой. Само платье из такой достаточно твердой, ну это даже не ткань, это искусственная ткань, да, и с большим числом блесток. Но блестки на самой ткани, они не, как бы, в общем, они не осыпаются ни разу. Знаете, по ощущениям похоже на наждачку даже, я бы сказала. Очень твердая ткань. Атласные вставочки вот здесь вот на грудке и воротничок тоже атласный. Платьица у нас на липучке до середины спины можно снять. Оно достаточно такое прочно держащее форму. И отдельно воротничок тоже на липучке тоже можно снять. Мне кажется, она в нем, честно говоря, не очень будет хорошо сидеть. Хотя нет, в принципе, посадить можно, ткань при этом так с хрустом сгибается. Ну, в общем, на мое мнение, лучше лишний раз не сгибать, потому что, мне кажется, на такой твердой ткани, если вы ее будете туда-сюда сажать постоянно, может со временем образоваться такие, знаете, типа трещин. Поэтому лучше ее как-то стоя хранить. Рукава, интересно, сделана, честно говоря, с таким загибом своеобразным. И черные точечки, типа пуговички. Достаточно симпатичное платье, но насчет материала, честно говоря, вопросы остаются. Но смотрится, вот визуально смотрится хорошо. Строго форму хорошо держит. И с выточками все тут, все как надо, все хорошо. Ножки у нее в колготочках, типа они покрашены в черный цвет. Ручки у нее обычные. Серые туфельки у нее такие розовые внезапно. Ей, конечно, может быть, были бы лучше и более строгие туфельки. Но дизайнеры решили, что к ее розовой прядке и розовому бантику обязательно надо какой-то еще аутфит тоже розовый. Это понятно. Ей добавили розовые туфельки. Они у нее с минимум декора. Просто тоже с бантиком, как на бабочке. И на платформе внизу тоже есть скрипичный ключ, ее меточка. Причем туфельки интересные в своей дизайне. Они внезапно без разреза сзади, они снимаются, вот этот бантик расщелкивается, и они снимаются с ножки. То есть это интересное решение. Обычно в туфельках Equestria Girls всегда разрез сзади, а тут вот именно застежка спереди на бантике. Неплохо смотрится. Даже можно было бы кому-нибудь еще такие туфельки делать, а то все обычно даже, когда они туфельки, все равно зачем-то делают разрез сзади. И на ботиночках внизу у нее ее метка. Волосы у нее здесь собраны в хвост. Челка на одну сторону по принципу рейрити сделана. В принципе, там у многих так было и у Rainbow Dash, и у винилки, по-моему, тоже. В общем, челка на одну сторону тоже с розовой прядкой. И сами волосы собраны в хвост пока. Причем ей сделали одну длинную прядку, прям как возвращение в 2013-й пони с вот этими хвостами. И, ну, в принципе, ладно, пускай будет. Причем прядка довольно такая толстенькая, я бы сказала. Я пока ей не буду сейчас расплетать этот хвост. Пробор мы и так посмотрим. Ну, как у всех кукол от Wester Girls. Хотя за счет черного цвета смотрится достаточно нормально. Голова у нее тоже покрашена в более темный цвет, серый, темно-серый. Вот. Ну, можно это все дело, конечно, распустить, но я пока оставлю в хвостике. Ну, и по поводу макияжа. Как хорошо, что его тут практически нет. Потому что Октавия, мне кажется, не тот персонаж, который будет сильно вычурно краситься. У нее здесь минимальный мейкап, очень тонкая розовая полоска теней по краю глаза, нежный розовый на губах, меточка. И ее бровки фиолетовым подведены. Нет только линий верхнего века. И внутри глазика блик в форме скрипичного ключа ее меточки. Очень хорошо, что ей не стали делать еще под цвет платья какие-нибудь, там, знаете, тени с блестками. Тоже везде все в блестках. Нет, сделали все минимально. И мне нравится, Октавия получилась очень таким строгим персонажем, каким она, в принципе, по мультику и является. Еще раз напомню, что эту куклу я заказывала на американском Амазоне вместе с другими куклами, которые все никак к нам не привезут в Россию. Я же, честно говоря, отчаялась ждать их завоза. Возможно, их уже никогда у нас и не будет. Но на американском Амазоне, к сожалению, достаточно дорогая доставка. Поэтому, если там заказывают, то заказывать надо что-то много. Потому что у вас будет доставка дороже, чем сама кукла раза в два. Есть вариант поискать куклу на eBay. Там тоже лоты с ней есть. Но они будут несколько дороже, чем на том же Амазоне. Но там попроще с доставкой. Но в любом случае все это достаточно непросто. Поэтому, наверное, массовому покупателю в России она недоступна только тем коллекционерам, которые умеют и знают обращаться с этими всеми зарубежными торговыми площадками. Так что, к сожалению, не знаю, где вам ее достать. Хотя кукла очень-очень здоровская. Также мне понравилась сама поняшка. Теперь мне хочется в коллекцию еще и каникалу новую винилскретч, чтобы их можно было поставить рядышком. А ролик, я надеюсь, был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. С вами была Тома. Пока!